Всем здравствуйте! С вами вместо репетитора Елена Викторовна. Сегодня мы напишем диктант по теме «Имя существительное» и выполним грамматическое задание. Послушайте весь текст диктанта. Диктант называется «Маленький концерт». На ветку березы села синичка, на ней желтая кофточка и серенький шарф. Голову украшала яркая черная шапочка. Птичка заливисто просвистела короткую звонкую песню и полетела дальше. Лишь иней серебристыми искрами посыпался с березовой ветки. В этом тексте 34 слова. Запишем слово. Диктант. Диктант. Диктант называется «Маленький концерт». Маленький концерт. Первое предложение будем записывать с красной строки. На ветку березы села синичка. На ветку березы села синичка. На ветку березы села синичка. На ней желтая кофточка и серенький шарф. на ней желтая кофточка. желтая кофточка и серенький шарф. на ней желтая кофточка и серенький шарф. Голову украшала яркая черная шапочка. желтая кофточка и серенький шарф. желтая кофточка и серенький шарф. желтая кофточка и серенький шарф. Голову украшала яркая черная шапочка. Птичка заливисто просвистела короткую звонкую песню и полетела дальше. Птичка заливисто просвистела. Короткую звонкую песню и полетела дальше. Птичка заливисто просвистела короткую звонкую песню и полетела дальше. Лишь иней серебристыми искрами посыпался с березовой ветки. Лишь иней серебристыми искрами. Посыпался с березовой ветки. Проверяем. Лишь иней серебристыми искрами посыпался с березовой ветки. Мы написали с вами весь текст диктанта. Сейчас его проверим. Я буду читать его по слогам. Вы читаете у себя его в тетради. Диктант. На ветку березы села синичка. На ней желтая кофточка. Птичка заливисто просвистела короткую звонкую. Птичка заливисто просвистую песню и полетела дальше. Лишь иней серебристыми искрами посыпался с березовой ветки. Мы проверили с вами текст диктанта. Текст наш посвящен теме имя существительное. Вспомним, что такое имя существительное. Имя существительное – это часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы кто, что. Имена существительные могут быть одушевленные, могут быть неодушевленные. И имена существительные изменяются по числам. Могут быть в единственном, могут быть во множественном числе. Давайте найдем все существительные. Помимо вопросов кто и что, существительные могут отвечать и на другие вопросы. Например, кого, чего, кому, чему, кем, чем, о ком, о чём, на что, на ветку, это существительное, берёзы, чего берёзы, что берёза, существительное, синичка, существительное, на ней что, кофточка и что, шарф, голову, что, голову, существительное, яркое чёрное, что, шапочка, существительное, кто, птичка, существительное, заливисто просвистело короткую, звонкую, что, песню, существительное, и полетело дальше, лишь что, иний, серебристыми, чем, искрами, посыпался с какой берёзовой ветки, ветка, существительное. Мы с вами нашли все существительные, и сейчас нам нужно выписать из текста два одушевлённых и два неодушевлённых. Одушевлённые отвечают на вопрос «Кто?» и обозначают предметы живые, одушевлённые. Кто птичка? На вопрос «Кто?» 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 «Птичка?» Это одушевлённое имя существительное. Находим ещё одно. Синичка. Кто? Синичка. Зададим вопрос «Кто?» 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 Что? Ветка. Что? Берёза. Следующее грамматическое задание. Нам нужно выписать из текста два слова с непроверяемым безударным гласным. То есть найти словарные слова. Здесь жёлтое словарное слово, чёрное словарное слово, синечка, букву И должны запомнить. Давайте запишем слово жёлтое и чёрное. Жёлтое, буква Ё под ударением, но слышится как О. Мы должны запомнить, что пишется слово не с буквой О, а с буквой Ё. Жёлтое, чёрное, не с буквой О, а с буквой Ё. Запомните эти словарные слова. Мы написали сегодня с вами текст диктанта. Выполнили грамматическое задание, нашли все существительные. Выписали из текста одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. И также нашли в тексте слова с непроверяемым безударным гласным звуком. С вами вместо репетитора была Елена Викторовна. Подписывайтесь на мой канал обязательно. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всего вам самого доброго. До новых встреч.